С Верой в спорт Мы уже вступили, представляю моих сегодняшних гостей. Это заслуженный мастер спорта по ледолазанию Мария Толоконина. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. И мастер спорта международного класса Екатерина Кощаева. Добрый день, Екатерина. Добрый день. Итак, говорим мы сегодня о ледолазании, о предстоящем чемпионате, который будет, еще раз повторюсь, проходить в марте месяце в городе Кирове. Ну, давайте с этого и начнем. Не было несколько лет у нас подобного уровня мероприятия по ледолазанию именно. Как вы относитесь к тому, что возвращается чемпионат в Киров? Ну, конечно, положительно, но вот более такие частные впечатления и на что вы рассчитываете, хочется послушать. Мария, давайте с вас начнем. Ну, на самом деле, старты у нас проходят почти каждый год высокого уровня. Либо это этап Кубка мира, либо чемпионат Европы, как было в прошлом году. Был один год, когда не было старта. Это 17-й был небольшой пробел. А так, в принципе, мы проводим всегда. Организация у нас на высоком уровне. И в этом году в марте месяце, с 8 по 10 марта, пройдет чемпионат мира. Это самый главный старт, так как он проходит раз в два года, чемпионат мира. Это самый важный старт для многих спортсменов, которые приедут сюда соревноваться, и для нас в том числе. Екатерина, для вас. Город Киров – это столица ледолазания. Я очень рада, что именно этот старт такой большой проходит в нашем родном городе. Я очень люблю ледолазание, и наша публика кировская. Очень тепло и горячо нас встречает, поэтому это только радость. Да, я тоже помню судебские впечатления, когда мы приходили на сосульку еще у ДК железнодорожников. Там приезжали канадцы, французы, и моя родственница практиковалась во французском языке, как раз общаясь с ними. Я была в шоке. Я была поражена, насколько люди тепло и горячо принимают, иностранных спортсменов. Екатерина, вы сказали, что Киров – столица ледолазания. Это общемировое признание уже? Или это вот мы так решили, что так будет? На этот вопрос я не могу точно ответить, потому что как я пришла в ледолазание уже очень давно, несколько лет назад, я уже знала, что Киров – это столица ледолазания, потому что мы всегда были на высоком уровне, наши спортсмены были на высоком уровне. Ну и, конечно, город Киров принимал соревнования высокого уровня. Да, это уже добрая традиция. То есть, общаясь со спортсменами иностранцами, они согласны. Я думаю, что это бесспорно. Судя по количеству медалей, которые зарабатывают кировские спортсмены, в сезон ледолазания каждый сезон, не упуская всех шансов, забирают. Я думаю, что Киров – это столица мирового ледолазания. Давайте теперь обоснуем, как мы к этому пришли. Понятны награды, понятны спортсмены, выдающийся тренер, прекрасная материальная база. Как это все сложилось, как это нарабатывалось? Насколько достаточно вам, как спортсмену, обеспечения, которые вы получали, получаете от Минспорта, нашего регионального, либо федерального? Вот здесь поясните, пожалуйста. Начнем, наверное, с самого начала, как к этому всему мы пришли. Это, в первую очередь, люди, которые неравнодушны к этому виду спорта. Это, наверное, Павел Дарвич Шабалин на первых местах и вся его команда, которая до сих пор, многие уже на протяжении 20-25 лет организуют эти серьезные мероприятия, которые начали у нас проводить с 2000-х годов. И, соответственно, в 2019 году чемпионат мира проводят. И это, наверное, много значит, когда на протяжении длительного времени команда держится. Значит, большая роль – это дружные команды и проводящие организации. Ну, по обеспечению нашей базы, наверное, она одна из самых сильнейших в мире. И интересных, не только сильнейших. Соответственно, и подготовка у спортсменов, которые тренируются здесь, на трамплине, где и будем выступать на чемпионате мира, на своей родной домашней конструкции. Для нас это огромный плюс. За счет этого, наверное, наша школа считается сильнейшей. Плюс мы растем, не стоим на месте, мы смотрим на тенденции ледолазния, как оно двигается в мире. Соответственно, принимаем это все и пытаемся развивать. Это мы уже и учим своих молодых спортсменов, которые сейчас уже непосредственно наступают нам на пятки. Уже многие 17-18-летние ребята выступают на международном уровне и занимают призовые места. Но они пока в Кубке выступают, насколько я понимаю. В этапах Кубка мира и на чемпионате Европы в прошлом году выступали. То есть там уже ограничений нет, уже 16 лет можно выступать. Соответственно, как только можно, физически они готовы к этому старту, они берут свое. Вы упомянули о том, что прекрасно сформированная команда сейчас в Кирове есть, которая как раз готова развиваться и принимать уже старты такого высочайшего уровня. И при том, Вы упомянули, что эта команда работает с начала 2000-х годов. Соответственно, можно понимать, что грядет смена команды. То есть все равно что-то должно развиваться, в будущем смотреть. Я так понимаю, что Вы, Мария Екатерина, как раз то будущее, которое будет сопровождать и организовывать подобные мероприятия в городе Кирове. Правильно? Я думаю, что да. Как только, наверное, мы со спортивной карьерой решим, может быть, завязать. Но и даже сейчас какие-то, если есть моменты, которые мы можем помочь в силах наших, мы, конечно, помогаем. Это относится особенно к тому, что мы заливаем, допустим, нашу сосульку, наш лёд, знаменитый, который действительно является одним из самых качественных в мире. Мы помогаем все спортсмены. Независимо от того, мастер ты спорта, не мастер ты спорта, мы все стараемся вложить свои силы в это. Да, и давайте, Екатерина. Я просто улыбаюсь, вспомнила. Как это происходило? Да, чудные моменты. Расскажите. Ну, мы каждый день, у нас есть смены, то есть мы с ребятами делимся и дежурим. Утро, день и в ночь кто-то остается. Ну, скорее всего, в ночь остаются рабочие ребята, и мы все спортсмены работаем утром и днём. Значит, мальчики у нас встают на такую большую лебёдку и заливают ручную лёд. Наша задача – это съездить за снегом, за ледовой крошкой, и насыпать снег в такое большое ведро, чтобы это ведро подняли мальчиками, и у них был снег, и они продолжают лепить. Так, по три-четыре слоя с каждой стороны ручной лепки. Дальше заливка, потом опять лепка и заливка. Сколько времени занимает подготовка трассы? Ну, в течение, я думаю, десяти дней лёд уже готов к первым забегам для кировских спортсменов, которые его готовят. А дальше просто поддерживается эта ситуация и налепляется всё больше и больше слоёв. Десять дней, вот так, 24 часа в сутки спортсмены, сотрудники, все заинтересованные, все неравнодушные, вкладывают свою силу, свою любовь к спорту. А как оказывается, у нас все неравнодушные. Наверное, поэтому мы и держимся на таком высоком уровне в плане организации и в плане тренировок. Вот так, уважаемые слушатели, можно прийти воочию посмотреть арт-объект, спортивный арт-объект, на самом деле, созданный руками и кропотливым трудом тех самых спортсменов, которые вот уже сейчас одерживают, победы одерживали. И в марте, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, да что тут уже сглаживать-то? И в марте тоже себя покажут с лучшей стороны, я уверена. Не, на самом деле, это очень здорово, что команда есть, команда сформирована. Еще хотела спросить, девушки, вот скажите, тот уровень, который сейчас мы будем принимать в марте месяц, это чемпионат международный, чем он отличается с точки зрения организации, с точки зрения подачи от чемпионата Европы, либо этапов Кубка? Ну, я думаю, что ничем, можно так сказать. Наверное, чемпионат Европы у нас проводился тоже на максимально высоком уровне. Это вплоть от встречи спортсменов иностранных, которые к нам приезжают до организации, каждой минуты, которую они будут тут проводить, регламент, который составляется на соревнованиях, место проживания, где они, соответственно, чтобы себя в комфорте чувствовали, это рядышком со всем с трамплином, в доступе, в шаговой доступности. Я думаю, что этот чемпионат мира также точно будет организован на высоком уровне, и спортсмены, которые к нам приедут, будут рады и приятно удивлены, потому что это немаловажная часть для спортсмена чувствовать себя в комфорте на соревнованиях. Сколько ждете спортсменов? Известно уже? Вот сейчас сложно сказать. Еще пока выясняется, ну, примерно. Наверное, около 20 стран, может быть, а количество спортсменов даже не сказать. 20 стран, то есть нам еще присоединяются американские континенты? Конечно, Азия, Китай, Америка, Европа. Насколько сильны там спортсмены? То есть способны ли составить более-менее конкуренцию нашему? Да, у нас есть конкуренция среди иностранных спортсменов, она не такая многочисленная, как, допустим, составляют ее русские для них, но конкуренция высокая, особенно в трудности. В скорости немножко наши превалируют за счет того, что, наверное, это более русский вид такой, мы к нему более серьезно подходим в плане тренировок, соответственно, и отдачу получаем более серьезную, чем они. А в трудности это корейцы, это и из Европы несколько человек, соответственно, и американцы кто-то из сильных подъедут. Сейчас посмотрим на заключительном этапе Кубка мира, который будет в Америке, кто из американцев действительно сейчас находится на высоком уровне. А вот заговорили об этапах Кубка мира, пять из них уже пройдено, успешно пройдено, остался один заключительный. Давайте о них тогда расскажем, что это были за этапы и насколько мы, то есть вы были подготовлены, да, так как вы представляете Кировскую область, да, и Россию, то есть нас всех, которые за вас болеют, которые за вас переживают. Расскажите, что это были за этапы. Ну, у нас было в первую очередь два этапа в Азии, Корея и Китай. Они проводят уже тоже на протяжении длительного времени. Корея очень проводит на высоком уровне. Китайцы всегда проводят в новом месте и всегда имеют какие-то, ну, небольшие организационные вопросы. Ну, из-за того, что новое место. Из-за того, что новое место, да. Плюс три этапа было в Европе. Это тоже уже места, которые не первый год проводятся, и тоже уже все достаточно ровно и спокойно. Что сказать по поводу подготовки нашей сборной России на этих этапах? Если взять из 12 медалей, которые разыгрываются на каждом этапе Кубка мира, то минимум 7-8 увозили русские. Тут, наверное, уже все понятно, кто составляет главную конкуренцию спортсменам. Ну, и плюс ко всему, у нас очень многочисленная команда, которая проходит отбор на российских этапах Кубка России. Не каждый желающий может позволить себе поехать на Кубок мира. Соответственно, едут туда только сильнейшие. 8 мужчин и 8 женщин. Кстати, девчонки, судя по новостям, по новостной ленте, по всему, что мы встречаем здесь, в Кирове, находясь, связанные с следолазанием, у девчонки как-то часто заметные здесь победили, здесь победили, здесь молодцы. А мальчишки как себя проявляют? Ну, у нас сейчас небольшой идет спад, наверное, в трудности у мальчиков, потому что братья Тамиловы немножко приостановили свою спортивную карьеру. Я надеюсь на то, что они вернутся на чемпионате мира. Максим будет точно выступать, поэтому я думаю, что мы увидим его в призах чемпионата мира. Это уже опытный спортсмен, он знает, как надо готовиться к этому старту. Я думаю, что все будет хорошо. В скорости наши спортсмены тоже, в принципе, берут медали, но, наверное, какой-то немножко такой год, чуть меньше спортсменов с Кирова ездило, поэтому больше, наверное, девчонки сверкали по именам. Ну, это неплохо. Это неплохо совершенно. Да, пусть мужчины догоняют. Очень страшно. И тоже себя показывают. Екатерина, на ваш взгляд, какой из этапов был наиболее сложный для вас технически, сложно преодолимым? Наверное, технически сложный этап был в Китае, но хотя мне очень там понравилось, но он был сложный, потому что был естественный рельеф, мы лазали по замерзшему водопаду. Ой, как здорово. А он был чуть длиннее, по-моему, чем обычный стандарт. У нас стандарт сосульки идет 15 метров, там может быть 16. Чуть больше, да. А так как это парные гонки, соответственно, два маршрута подряд. Подряд, да, это было немножко тяжеловато. Ну и самое интересное в Китае, там вся конструкция, открытие, место для скорости, все проходило на огромной замерзшей реке или озеро. Я так и не выяснила, что там точно, но это был огромный лед, 40-50 сантиметров толщиной, где все зрители, все спортсмены, все находились на этом льду. То есть китайская команда еще как-то проверили, выдержат лед или нет? Я думаю, что там не первый год они проверяют это и лазают по естественному льду. Сами, наверное. Да, просто вот в этом году они решили там провести этап Кубка мира, чем нас удивили. Да, и насколько я понимаю, у них не было необходимости вот так вот 10 дней подряд, круглосуточный, и заливать льду. Он естественный. Единственное, что его чуть-чуть, может быть, подготовили к старту, чтобы был более ровный. Безопасный, да. Ну это, наверное, очень красиво. Красиво. Очень. А до этого, насколько я понимаю, не было таких явлений, чтобы на естественном. Были, были. Вот у Китая тоже два года назад, первый старт, они проводили скорость на естественном рельефе. Тоже, кстати, на замерзшей поверхности. Либо река это, либо озеро какое-то. Вот у них, видимо, что-то в этом есть такое свое. Ближе к природе, да, стремятся? Наверное, да. Ну это очень здорово. У нас в России, насколько я могу понять, это очень сложно реализовать. У нас стараются сделать именно правильную конструкцию с правильным льдом. Технически выверенную. Да, чтобы показывать максимальные результаты, чтобы это было менее травмоопасно и более результативно. А если не секрет, вот те мелкие недочеты китайской дистанции, про которые вы говорили, в чем они заключались? Наверное, это... Длина трассы, например. Здесь, да, неровная поверхность, потому что у нас сосулька ровная, а там она неровная. Соответственно, во время забега ты можешь попасть в какую-то там яму или еще что-то рукой, либо ногой, но, соответственно, потерять скорость. Не то, чтобы это травмоопасно, а просто потерять скорость. Спортсмены же бегут. Это на скоростных дистанциях. Да, да, да. Трудность, она примерно везде одинаковая. Это искусственный скалодром с искусственными зацепками. Там примерно все одно и то же. А вот скорость такая интересная была в Китае. Да, Мария, у вас какой этап вызвал наибольший интерес? Наверное, интереснее всего выступать и это в Корее, потому что корейцы подходят к организации своего старта, наверное, как к празднику, что ли, который проводят раз в год. Для всех делают огромный сюрприз. Организация суперская, проживание, зона изоляции. То есть спортсмены находятся в комфорте. Трассы очень хорошие. Лед готовят. Один из лучших, если считать по европейским стартам и азиатским, одна из лучших трасс у них. Наверное, корейский старт самый такой интересный, запоминающийся. А самый сложный, я думаю, что это последний этап, пятый этап Кубка мира. Он психологически очень тяжелый, потому что все спортсмены, которые уезжают на старты, не возвращаются домой, потому что у нас каждый выходной старт, на переезд нам нет времени тратить. И подходя к пятому старту, я думаю, что все ребята со мной согласятся, это было уже действительно тяжело. Да, это морально тяжело, так как у нас нет сбоку помощников в виде врачей, массажистов. Ну и как получается, мы каждый сам себе почти тренер. Например, тренера все, у кого есть личные, остаются дома, нет возможности путешествовать вместе со своими спортсменами. Соответственно, в течение месяца мы ведем вот эту подготовку в себя самостоятельно. Это сложно. Да, шестой старт, он получается так отделен по времени, что есть возможность передоходить. У него, да, получился перерыв небольшой. Но в Америку у нас очень маленькая команда летит из русских. Почему? В силу, наверное, сложности визы, оформления визы. То есть у спортсменов тоже есть с этим проблемы? Есть, да. И предыдущий этап был не очень удачно проведен, и многие спортсмены, наверное, судя по предыдущему этапу, просто не решились не ехать. Но вы, Екатерина и Мария, вы едете? Еду только я. Екатерина, я не еду. Вы в Кирове остаетесь? Да, готовиться к Марту. Да, получается, что так. Чемпионат мира. Да, ну это очень значимые очень мероприятия и для Кирова, и для спорта, и для всего. Поэтому давайте уже готовьтесь. Для нас тоже. Хорошо. Вы часто очень соприкасаетесь, общаетесь со спортсменами, международниками из других стран. Расскажите, как у них построена работа, подготовка, обучение. Как вот Мария сегодня уже упомянула, что российская сборная в силу разных обстоятельств лишена главного тренера. То есть есть тренеры у отдельных спортсменов, ну и спортсмены сами, поскольку они имеют в большинстве своем, как я понимаю, физическое, физкультурное образование. Да, многие. Они являются, вот как вы сказали, сами себе тренерами. Да. Да, при том главного тренера нет, вы сказали, еще нет. Массажиста нет, врача нет. Массажистов, врачей. Да, почему так происходит? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что мне на него не ответить, наверное, с чем это связано. Как происходит в других командах, у других спортсменов. У многих есть, но подход у них к тренировкам совсем другой, не как у нас. То есть у нас есть спортшколы, откуда дети с 10 лет начинают идти к своим результатам. Соответственно, у них уже... Причем до 10 они еще могут где-то базу получать. Да, но они не находятся в спортшколе, то есть они занимаются уже на коммерческой основе. Немножко структура по-другому поставлена. То есть у нас ребята с самого детства начинают понимать, что за вид спорта, а что и как. У иностранцев это большинство спортсменов, которые пришли из скалолазния. Не то чтобы из любителей, а вот из скалолазния, потому что очень смежные между собой виды спорта. В плане техническом, допустим. И большинство, конечно, это уже в возрасте спортсмены. То есть сам себе тренер, можно сказать. То есть сам на себя работаешь. Есть команды, у которых есть массажисты, тренер ездит. Но они такие многочисленные. Ну, я думаю, это корейцы, французы. Канадцы. Канадцы, может быть, да. Но их немного. У нас ездит команда в 20-25 человек. Соответственно, на такую большую, огромную команду, наверное, сложнее это все найти. Может быть, штатного врача или штатного массажиста. Когда у тебя 5 человек, это намного проще. У нас, наверное, одна из самых многочисленных команд, да, представленных от России. От России, которые имеют возможность выезжать. Да. Потому что, допустим, в Корее у себя участвует много спортсменов, но ездит их максимум 5 человек. Ну, там у них свои обстоятельства, даже препятствующие выезду. Как вы считаете, со временем спорт ледолазания стремится все ближе и ближе, вплотную уже подходит к тому, чтобы его включили в один из олимпийских видов спорта? Как это отразится на развитие ледолазания в принципе в мировом масштабе и здесь у нас в России, в частности? Судя вот по скалолазанию, допустим, которая несколько лет вступила, получается, было признано олимпийским видом спорта, изменения, конечно, будут. Как со стороны спортсменов, я не думаю, что будут большие изменения. Как мы тренировались, так и будем тренироваться максимально. Может быть, какое-то дополнительное финансирование, эти же массажисты и врачи у нас появятся. Но какую работу мы проделывали, то и будем проделывать. В принципе, для нас это, конечно, огромный плюс, если ледолазание станет олимпийским видом спорта. Это еще шажок дальше куда-то. Когда твой вид спорта растет, уровень растет, это очень хорошо. Екатерина, как вы считаете, вот сейчас у нашей команды, у нашей сборной Российской Федерации есть очень хорошие, на мой взгляд, успехи. Впереди еще чемпионат мира здесь, в Кирове, что тоже нам принесет, я уверена, очень хорошие места и много медалей. А если бы у нас был еще тренер, а если бы у нас были еще массажисты-медработники, насколько это еще более улучшило наше положение? Я думаю, это бы улучшило в плане восстановления спортсмена и восстановления его организма и отдыха. А в плане результатов, как я сказала Маша, ничего бы не изменилось, особенно у кировской команды. У нас самая лучшая база. Все спортсмены, начиная с ноября, приезжают к нам, чтобы тренироваться здесь. Поэтому это доказывает то, что все с удовольствием сюда едут. У нас лучший, у нас большой скалодром и самое лучшее тренировочное место для скорости. Поэтому результаты будут только увеличиваться и расти вверх. Я, Катя, полностью согласна, что нам это поможет в плане восстановления спортсменов. В плане повышения результатов, я думаю, что мы и так справляемся. Требования, насколько сильно возрастут в чемпионате мира? Ко льду, я так понимаю, что не изменятся они или там будут какие-то дополнительные еще? Я думаю, что ничего не изменится в техническом плане и в трудности, и в скорости. Потому что с каждым годом у нас появляются какие-то новинки, какие-то технические элементы, возрастает уровень сложности. Быстро, за год, допустим, резко вырасти он не может. Спортсмен должен к этому быть готов, постепенно. Соответственно, постепенно и будет расти, как сейчас идет потихонечку и растет. А новинки этого года, это что такое будет? Ну, наверное, они с того года начались, да. На трассах трудностей это, допустим, прыжки. То есть спортсмен, находясь на какой-то точке конкретной, на зацепке, перепрыгивает с нее, на другую зацепляется. То есть такого тоже раньше не было. Сейчас даже девочкам на каких-то российских стартах такое делают. На международных, наверное, побаиваются немножко. Там в плане эмоциональным напряжением более тяжелое. И спортсменкам очень сложно настроиться на такой момент. Хотя они его физически готовы исполнять. То есть на тренировках это все проходит? Да. Это все отрабатывается? Да, это все отрабатывается. А сколько там расстояния прыжка? Ух, сложный вопрос. Может быть метра два, два с половиной. Просто это все делается не с места, стоя на ногах, а вися на руке, допустим. И прыжок с одной руки, и зацепиться другой, повиснуть. При рывке не сорваться с этого ледового инструмента, на котором лезешь. Это же какое невероятное зрелище ждет всех собравшихся. Я тоже так считаю. Я думаю, что на чемпионате мира, так как подготовщики будут наши, русские, это из Тюмени Стас Лобзов, он в этом году несколько стартов готовил, в том числе в Китай его приглашали, и в Италию на старт. Я думаю, что трассы будут очень интересные и очень зрелищные. Вот это сюрприз. Слушайте, а спортсмены, которые приедут к нам в Киров на нашу сосульку, они знают о том, что будет вот такой вот сюрприз для них? Ну, трассы, которые будут ставить подготовщик, не знает никто. Мы перед самым стартом только узнаем, что будет за маршрут, соответственно, смотрим его и лезем. Что такие могут быть нюансы в плане прыжков, многие уже видели, потому что почти на каждом старте в этом сезоне, на каждом этапе Кубка мира у мужчин такие прыжки были. У мужчин теперь и у женщин тоже. Может быть. Может быть. Ну, пока умолчим. Ну, и вы тоже наверняка не знаете. Нет своих маршрутов. Нет. Ну, что ж, поэтому, еще раз, какие числа у нас? Март? 8-10 марта. 8-10 марта. Три дня можно будет смотреть, наслаждаться на эту красоту. С самого утра до вечера. С самого утра до самого вечера. Надеемся, что погода будет прекрасная. Насколько важна, вот, девушки, вам поддержка зрительская? Родная, тем более. Любому спортсмену очень важна. То есть приходить можно? Обязательно. Приходить нужно, да. Ну, приглашаем всех. Нужно, да, обязательно посмотреть именно на эту силу, на красоту, на выносливость. Да, вы уже помянули о том, что общаетесь и с молодым поколением, с подрастающим поколением спортсменов, которые вам уже на пятки наступают, как Мария сказала. Они, получается, участвовать не будут пока, но они... Кто-то из спортсменов будет в пяти мира, да. Уже в команду входят из кировских молодые спортсмены, особенно скоростники. То есть несколько мальчиков и девочки. Да, а сколько представителей города Кирова будет участвовать? Наверное, около восьми человек. Восемь человек. Восемь, да. Восемь-десять, наверное. У кого-то делегации вся от страны гораздо меньше, да? Да, да. У нас восемь-десять от Кирова. Сила. Да, это сила. Это говорит о том, что сборная России составляет больше процентов. Это точно. Вот и доказательство о том, что Киров – столица ледолазания. Определенно. Массы берем, да. Массы и качеством, и талантом. И, конечно же, опять-таки теми людьми, которые придут смотреть. Да, и все. Еще раз напоминаю, насколько это важно для спортсмена, что восемь человек. Как, по вашему мнению, вот я лично не помню такого, чтобы вот наших россиян поддерживали, а иностранцев как-то нет. По-моему, вот наши зрители любят, всех обожают, всем желают только удачи и успеха. А в других странах так же? Ну, скорее всего, да. То есть, конечно, за своих спортсменов болеют более громко, но поддерживают чужих тоже. Но вы этого не замечаете, да? Потому что вы сказали, скорее всего, да. То есть, это так все-таки не чувствуется? Чувствуется поддержка. На наших граничных стартах. Во-первых, наша команда сама по себе большая. Соответственно, если несколько человек выступают в финальных раундах, все остальные за тебя болеют и поддерживают. Наших слышно очень хорошо. Особенно нескольких спортсменов, у которых громкий голос, слышно отлично. Поэтому мы чувствуем поддержку, даже если не огромное количество людей, за спиной стоит, даже если их немного. Но если их будет много, особенно очень много, это будет еще теплее, еще приятнее. Еще больше будет, да. Еще легче будет выступать. И волна всеобщего ободрения, да и благословения поднимет спортсменов, позволит преодолеть успешно эти вот два метра, которые нужно перепрыгнуть. Я себе не представляю как, но очень хочу на это посмотреть. Я думаю, что это будет. Да, еще пара минут у нас с вами осталось до конца эфира. Несколько слов о ваших воспитанниках, да. Вы являетесь в том числе и тренерами подрастающего поколения, будущих, я надеюсь, олимпийских чемпионов в том числе. Расскажите, что это за ребята, насколько у них сильна воля к победе, да какие эмоции, какие чувства вы в них вкладываете, что получается из этого. Ну, как тренер я могу сказать, что вкладываю я в них все, что я знаю, все, что я умею, так как сама нахожусь сейчас в этом спорте. Никаких секретов у меня от спортсменов, хотя они составляют, допустим, девочке мне конкуренцию. Вот прямо один в один мы можем выйти на старт в парной гонке, как было в этом году на чемпионате России с Валерией Богданом и мы бежали в парных гонках. Она знает все, что знаю я. Просто она еще пока не готова самостоятельно тренироваться, поэтому эмоционально я ее как тренер поддерживаю. И в этом году в чемпионате мира она тоже будет выступать, соответственно, тоже будет составлять мне конкуренцию и остальным взрослым спортсменам. Я думаю, что у нее все получится, несмотря на то, что она еще молодая и неопытная, но очень эмоционально готовая, допустим, к международным стартам. Также и у мальчиков есть два спортсмена, которые уже показали себя на чемпионате Европы. Они были первый и второй, Сухарев, Антон, и Глазы Ренники. Где вы это берете, да? Нет, нет. Наталья Александровна Болдырева у них тренер. Просто это молодые спортсмены, которые вот 17-18 лет, они только-только заканчивают школу, но уже выигрывают такие серьезные старты. И на чемпионате мира они тоже будут представлять Россию. Соответственно, так как они кировские спортсмены, мы в первую очередь будем болеть за них тоже. Будет очень непросто, потому что это уже, когда ты понимаешь эмоционально, что ты готов выигрывать, и что у тебя есть сильнейшие рядом спортсмены, это сложнее. Когда это получилось в первый раз, это немножко попроще. Да, да. Сейчас будет накал страстей очень серьезный, особенно в финалах скорости. Это будет в последний день, да, 10-го числа. Это здорово. Да, Екатерина, ваши ребята, которых вы тренируете? А я еще начинающий тренер, поэтому я за любую работу берусь очень активно. У меня еще нет таких ребят, которые бы высокий результат приносили, были бы занимались долго, но я еще иду к этому, тренирую, вкладываю и хочу это делать. Угу, все. А каких ребят вы тренируете? Какой возраст? С 7 лет. Ой, как здорово. Да. Это как раз то самое время, когда все закладывается, все основное. Да, и человек, юный человек уже делает выбор. Все-таки заниматься ему дальше спортом или это так, хобби. Да, они сейчас уже понимают. Они видят, что делает их тренер на соревнованиях, какие результаты приносит. Я думаю, что они будут на правильном пути. Это очень-очень здорово, когда тренер своим примером может показать, к чему можно стремиться, к чему можно идти. Особенно, когда с этим тренером можно еще и посоревноваться на дистанции. Это точно. Ну что, на этом мы закончим. Еще раз успехов, Мария, вам на шестом этапе. Спасибо. Кубка мира. Да. Кубка мира, да. Который пройдет в Соединенных Штатах Америки буквально вот уже в 20-х числах февраля. Мария и Екатерина, вам удачи в марте на чемпионате мира здесь, в Кирове. Все мы пройдем за вас болеть. Не только за вас, за всех наших кировских ребят, да и, в принципе, за всех спортсменов, потому что молодцы. То, что приехали, во-первых. Да, и, конечно, испытание ждет нас очень-очень сложное. Нас, как зрителей, эмоционально. Да, да, согласна. В гостях у нас сегодня был заслуженный мастер спорта Мария Толоконина и мастер спорта международного класса Екатерина Кащеева. Девушки, спасибо вам большое. Еще раз успехов. Спасибо. С верой в спорт.